Часть пятая. Путь пуха. К тому времени, когда речка добралась до края леса, она выросла в настоящую реку. И, сделавшись взрослой, она перестала прыгать, скакать и вертеться, как вначале, в детстве, а двигалась плавно и медленно. Ведь теперь она знала, куда идет, и говорила себе, спешите незачем, когда-нибудь все там будем. Давайте перейдем к рассмотрению принципа, который является, пожалуй, самым характерным элементом доосизма в действии. Этот принцип известен под названием увей, он же служит отличительной чертой пуха в действии. В английском языке такого понятия, в общем-то, не существует. А между тем, уже пора его выделить и как-то назвать. Назовем его путь пуха. Термин увей буквально переводится «не делая», «не стараясь», «не изобретая». Говоря точнее, этот принцип требует действовать ненасильственным путем, не принуждая других, не преследуя корыстные эгоистичные цели. Не случайно слово увей складывается из иероглифов, обозначающих когтистую лапу и обезьяну. Ведь принцип увей подразумевает невмешательство во внутреннюю природу вещей, поведение, лишенное хитроумия и жадного обезьяничания. Принцип увей действует подобно воде, обтекающей камни на своем пути и согласуется с ритмом, заданным природой. А не старается добиться своего любыми средствами в кратчайшие сроки, что приводит обычно к короткому замыканию в цепи природных явлений. Обратимся за примером к Джуан-Дзы. В ущелье Илю есть водопад, низвергающийся с высоты нескольких тысяч футов. Фонтан-брызг, поднимаемый ими, виден за несколько миль. В бурлящем внизу водовороте не увидишь ни одного живого существа. Однажды Конфуций любовался водопадом, стоя на некотором удалении от него. И вдруг заметил старика, барахтавшегося в бурном потоке. Кликнув своих учеников, Конфуций бросился на помощь. Но к тому времени, когда они добежали до водопада, старик уже выбрался из воды и спокойно шел по берегу, что-то напевая. Конфуций поспешил к старику. «Нужно обладать поистине сверхъестественной силой, чтобы спастись из этой пучины», – сказал он. «Ты же, на вид, обыкновенный человек. Должно быть, ты знаешь какой-то чудесный секрет». «Нет у меня никакого чудесного секрета», – ответил старик. «Просто я начал учиться этому еще в детстве. А в дальнейшем совершенствовал это умение. Постепенно мне удалось развить его достаточно хорошо. И теперь я уверен, что спасусь в любых обстоятельствах. Весь секрет в том, чтобы не сопротивляться потоку, превосходящему тебя по силе, а погружаться, когда он тянет тебя вниз, и всплывать вместе с ним на поверхность. Вот и все». Усвоив принцип «Увэй», мы будем жить в согласии с собственной внутренней природой и законами окружающего мира. Мы будем действовать с минимальной затратой сил. Природа живет по этому принципу, и поэтому она никогда не ошибается. «Ошибки, реальные или воображаемые, – удел человека с перегруженным мозгом, который вечно пытается что-то изменить в естественном ходе событий, вместо того, чтобы учиться и находить поддержку. Но не таков Винни-Пух. Самый малостарательный медведь из всех, какие нам когда-либо встречались». «И как только тебе это удается, Пух?» «Что удается?» «Добиваться своего, не прилагая никаких усилий». «А я ничего не добиваюсь, – сказал Пух. И тем не менее, все, что ты не задумаешь, у тебя получается». «Оно получается как-то само собой, – ответил он. Подожди-ка, это напоминает мне одно место в Дао-де-Дзин, – заметил я, доставая книгу с полки. Вот оно. Тридцать седьмой джан. В переводе это звучит примерно так. Дао ничего не делает, но ничего не остается не сделанным. Это похоже на загадку, – сказал Пух. «Это значит, что Дао не вмешивается в естественный ход событий, а дает им возможность развиваться предопределенным порядком, и желаемые результаты достигаются сами собой, естественным путем». «Понятно, – сказал Пух. По-китайски этот принцип называется Уэй – делай, не делая. Из него следует принцип дзжань. Само по себе, согласно которому все происходит само собой, спонтанно. «А, понятно, – сказал Пух. Классическим примером, демонстрирующим, что такое путь Пуха, можно считать события, произошедшие во время игры в Пушишки. Пух, Пятачок, Кролик и Ру бросали шишки и палочки в речку с одной стороны моста и бежали на другую сторону, чтобы посмотреть, чья палочка выплавит первой. И вот однажды они ждали какое-то время, как вдруг из-под моста выплыл Иа-Иа. «Я не знал, что ты тоже играешь, – сказал Крошка Ру. «Я не играю, – ответил Иа. «А что же ты там делаешь, – спросил Кролик. «Можешь отгадывать до трех раз, Кролик. «Рою землю? «Неправильно. «Прыгаю по веткам молодого дуба? «Нет, неправильно. «Жду, чтобы мне кто-нибудь помог выбраться из реки? «Теперь правильно. «Дайте Кролику время подумать, и он всегда все отгадает». И тут Пуху пришла в голову идея. «Если они будут бросать в реку камни, «То от них пойдут волны, и они прибьют Иа-Иа к берегу». Кролик согласился, что это неплохая идея. Но Иа-Иа так не показалось. «А вдруг мы случайно попадем в него? – тревожно спросил Пятачок. «Или вдруг мы случайно не попадем в него? – сказал Иа. «Обдумай все эти возможности, Пятачок, «прежде чем вы начнете развлекаться. «Но Винни-Пух уже притащил самый большой камень, «какой только мог поднять, и склонился над водой, «держа его в лапках. «Я его не брошу, а просто уроню, – Иа, – объяснил он. «И тут уж я не промахнусь. «То есть я хочу сказать, что я не попаду в тебя. «Ты можешь на минутку перестать вертеться, «а то меня это сбивает. «Нет, – сказал Иа, – мне нравится вертеться. «Кролик почувствовал, что пора ему взять на себя командование. «Ну, Пух, – сказал он, – когда я скажу «пора», «ты сможешь пускать камень». «Иа-Иа, когда я крикну «пора», Пух пустит свой камень». «Большое спасибо, кролик, но я полагаю, что это я узнаю и без тебя». «Пух, ты готов?» «Пятачок отодвинься немного от Пуха, ты ему мешаешь». «Ру чуть-чуть назад, все готовы?» «Нет, – сказал Иа, – пора, – крикнул кролик». Пух отпустил камень, раздался громкий всплеск, и – ай-ай, – исчез. Момент был волнующий, особенно для наблюдателей на мосту. Они глядели во все глаза, и даже вид палочки-пятачка, которая выплыла чуть впереди кроличьей палочки, не так развеселил их, как вы могли бы ожидать. А потом, как раз в тот самый момент, когда Пух уже начал думать, что, наверное, он выбрал неправильный камень, или неправильную реку, или неправильный день для своей идеи, что-то серое появилось на прибрежной отмеле. Постепенно оно становилось все больше и больше, и, наконец, стало ясно, что это Иа-Иа выходит из воды. С дружным воплем они кинулись с моста. Они тащили и тянули, и подталкивали Иа, и вскоре он встал на твердую почву. «Ой, Иа, да чего же ты мокрый?» – сказал Пятачок, пощупав его. Иа отряхнулся и попросил кого-нибудь объяснить Пятачку, что происходит, когда вы находитесь в воде долгое время. «Молодец, Пух!» – великодушно сказал кролик. «Да, нам с тобой в голову пришла неплохая идея». Умники, как всегда, успех приписывают себе. На самом же деле успех достигается не благодаря умничанию, а благодаря мудрости тех, кто всматривается в окружающий мир и следует его законам. Действуя по принципу У-Вэй, человек вставляет круглые колышки в круглые отверстия, а квадратные – в квадратные. Никаких усилий, никаких препятствий. Тот же, кто ничего не хочет знать, кроме своих желаний, пытается с силой запихнуть круглые колышки в квадратные отверстия. И наоборот. Большой ум пытается изобрести хитроумный способ засовывания колышков в отверстия, для которых они не предназначены. Знание пытается разработать теорию, объясняющую, почему круглые колышки не подходят для квадратных отверстий, а квадратные – для круглых. Принцип У-Вэй не предполагает ничего подобного. Он даже не задумывается о задач, которую ему предстоит выполнить, а просто выполняет ее. И вид у него при этом совсем не озадаченный. «Что-нибудь не ладится, Пятачок?» «Да вот, банку никак не открыть. Крышку заело». «Ну-ка, дай-ка». «Да, действительно». «Пух, может быть, ты сможешь открыть?» «Хлоп». «Спасибо, Пух», – сказал Пятачок. «Как это у тебя так здорово получается?» – спросил Тигра. «Очень просто», – объяснил Пух. «Сначала поворачиваешь крышку до тех пор, пока она уже больше не поворачивается. Потом набираешь побольше воздуха и, выдыхая его, поворачиваешь дальше. Вот и все». «Дай я попробую», – скричал Тигра, кидаясь на кухню. «Где-то тут была банка соленых угрцов». «А, вот она». «Тигра», – произнес дрогнувшим голосом Пятачок. «Может быть, я не знаю. Не древь, Пятачок. Все будет в порядке», – сказал он Тигра. «Смотри, я поворачиваю. И трах!» «Ладно, Тигра», – сказал я. «Теперь подбери, пожалуйста, огурцы с пола». «Она выскользнула у меня из лап», – правдовался Тигра. «Ты слишком сильно старался», – сказал Пух. «А когда стараешься слишком сильно, ничего не получается. Напрягите руку и быстро схватите ею что-нибудь. А потом, для сравнения, повторите то же самое, расслабив руку. Или попробуйте поработать некоторое время, напряженно думая. Когда человек слишком долго и старательно думает, все получается у него неловко, неестественно, сплошной конфуз. Животные в лесу никогда напряженно не думают. Они просто существуют. Подавляющее же большинство людей могло бы сказать о себе, перефразируя известного западного философа, «Я думаю, следовательно, мне не избежать конфуза». «Приглядитесь к жизни в городе и в лесу. И, возможно, у вас возникнет вопрос, почему этот человек возомнил, что он высшее животное?» «Высшее, чем что?» – спросил Пух. «Не знаю, Пух. Я долго и старательно думал над этим, но так ничего и не придумал». «Если бы люди действительно были высшими животными, сказал Пух, они, наверное, бы навели порядок в мире». «Вот именно», – сказал я. «В течение многих столетий человек так усовершенствовал свой мозг, что он стал непреодолимой преградой между ним и окружающим миром, в котором действуют естественные законы. Мозг все время так напряженно думает, что быстро изнашивается, размягчается и слабеет. Такой мозг, даже если он развит очень хорошо, неэффективен. Мечется взад и вперед, и не может сосредоточиться на том, о чем ему надо думать в настоящий момент. Мчащи в автомобиле по запруженной городской магистрали, он выображает, что находится в бокалейном отделе и размышляет над списком необходимых покупок. А потом удивляется – растет число несчастных случаев на дороге. Когда живешь в согласии с принципом УВЭЙ, несчастных случаев на дорогах практически не бывает. Затруднения время от времени возникают, но в конце концов они разрешаются. И не нужно изо всех сил стараться их преодолеть. Нужно просто дать им возможность разрешиться самим. Как это случилось, например, во время поисков козявки. Козявкой, как вы помните, звали для краткости Сашку Букашку. Однажды по дороге через куст можжевельника он потерялся. Как и почему это произошло, никто не видел. Были организованы поиски, руководимые и направляемые, естественно, кроликам. Все до одного были включены в состав поисковой группы и прямо с ног сбились, разыскивая козявку. Единственным, кто не участвовал в суматохе, был, разумеется, Пух. «Ой!» – писнул кто-то. Странно подумал Пух. Я сказал «Ой», а сам не «ойкал». «Спасите!» – сказал тоненький писклявый голосок. «Это опять я», – подумал Пух. «Со мной случился несчастный случай, и я упал в колодец, и голос у меня стал писклявый, и разговаривает сам собой, потому что я что-то себе повредил. Плохо дело». «Спасите, помогите!» – снова писнул голосок. «Ну вот, пожалуйста!» Я не собирался этого говорить. «А вот говорю!» «Значит, это очень несчастный случай!» Тут Пух решил проверить, сможет ли он сказать то, что собирался, и громко произнес «Очень несчастный случай с медвежонком Пухом!» «Пух!» – пискнул голосок. «Это Пятачок!» – крикнул Пух радостно. «Где ты, Пятачок?» «Внизу! Меня придавило!» – сказал Пятачок, придавленным голосом. «Придавило? Чем?» «Пух!» – закричал Пятачок. «Там кто-то лезет по твоей спине!» «Я так и думал!» – сказал Пух. «Это козявка!» – крикнул Пятачок. «С теми, кто идет путем Пуха, подобное случается сплошь и рядом. Все, что должно быть сделано, делается в должное время и должным образом». Объяснить, почему так происходит, невозможно. Можно только продемонстрировать на каком-нибудь примере, вроде вышеприведенного. По крайней мере, так бывает в том случае, если вы действуете в соответствии с естественным ходом событий, а не препятствуете ему, возомнив, что знаете лучший путь. Все, что должно произойти, произойдет своим чередом, если только вы не помешаете этому. Впоследствии, оглянувшись назад, вы и сами признаете это и поймете, что как бы вы ни старались лучше, у вас все равно не получилось бы. А если бы вы старались вовсю и приложили максимум усилий, то лишь испортили бы все. Другим примером, подтверждающим, что все складывается наилучшим образом само собой, может служить праздновать дня рождения ИА-ИА, организованное Пухом и Пятачком. Когда Пух узнал, что у ИА день рождения, то подумал, что надо что-нибудь ему подарить. Он пошел домой, чтобы захватить для ИА-ИА горшок с медом. А по дороге встретил Пятачка и рассказал ему об этом. Пятачок решил, что подарит ИА воздушный шарик, который остался у него с его собственного дня рождения. Пока Пятачок бегал за шариком, Пух успел взять горшок с медом и теперь нес его ИА-ИА. Но очень скоро он почувствовал, что сильно проголодался и решил, что пора подкрепиться. Он сел на землю и снял крышку со своего горшка. Как хорошо, что я взял его с собой, сказал он. Немало медведей в такой жаркий день и не подумали бы захватить с собой то, чем можно немножко подкрепиться. А теперь подумаем, сказал он, в последний раз облизав донышко горшка. Подумаем, куда же это я собирался идти. Ах да, к ИА-ИА-ИА-ИА-ИА-ИА. Пятачок, хоть и пустой, был и сам по себе очень недурём. Тем временем Пятачок успел сбегать к себе домой и, захватив воздушный шарик для ИА-ИА-ИА, понёс его весь дух, крепко прижимая воздушный шарик к груди, чтобы его не унесло ветром. Пятачок ужасно спешил, чтобы поспеть к ИА-ИА-ИА, а раньше пуха. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок, будто он, Пятачок, сам вспомнил про его день рождения без всякой подсказки. Он так спешил и так задумался о том, как я-я-я обрадуется подарку, что совсем не глядел себе под ноги. И вдруг его нога попала в мышиную норку, и бедный Пятачок полетел носом вниз. Бум! Да, после того, как Пятачок шлепнулся на воздушной шарике, а-я-я, тот стал уже не совсем и даже совсем не. Воздушный шар, сказал я-я-я, ты сказал, воздушный шар, это такие большие, красивые, их еще надувают? Песни, пляски, гоп-гоп-гоп, тру-ля-ля. А? Ну да, но только, понимаешь, я очень огорчен, понимаешь, когда я бежал, чтобы поскорее принести тебе его, я упал. Ай-яй, как жаль, ты, наверное, слишком быстро бежал. Я надеюсь, что ты не ушибся, маленький Пятачок? Нет, спасибо, но он, 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 да, я, он лопнул. Наступило очень долгое молчание. Мой шарик? Наконец спросил я, Пятачок кивнул. Мой день рожденный шарик? Мой подарок? Да, я, сказал Пятачок, слегка хлюпая носом. Вот он. Поздравляю тебя с днем рождения. И он подал я-я-я резиновую тряпочку. Это он? Спросил я, очень удивленный. Пятачок кивнул. Мой подарок, Пятачок снова кинул, шарик. В этот момент появился Винни-Пух. Я принес тебе подарочек, сказала она радостно. Есть у меня подарочек, отвечал я-я-я. Тем временем Пух перебрался через ручей и подошел к я-я-я. Пятачок сидел немного поодаль, хлюпая носом. Вот он, объявил Пух. Это очень полезный горшок. А на нем знаешь, чего написано? Поздравляю с днем рождения. Желаю всего-всего хорошего. Твой Пух. Вот сколько всего написано. И в него можно класть что хочешь. Держи. Вскоре и я-я-я обнаружил, что воздушный шарик, который был теперь намного меньше пятачка, в любой момент легко входит в очень полезный горшок и с такой же легкостью выходит из него. С обычным, неуправляемым воздушным шаром это было бы абсолютно невозможно. Мне очень приятно, радостно сказал Пух, что я догадался подарить тебе полезный горшок, куда можно класть какие хочешь вещи. А мне очень приятно, радостно сказал пятачок, что я догадался подарить тебе такую вещь, которую можно класть в этот полезный горшок. Но я-я-я ничего не слышал. Ему было не до того. Он то клал свой шар в горшок, то вынимал его обратно, и видно было, что он совершенно счастлив. Таким образом, все сложилось как нельзя лучше. На высшей ступени Увэй человек действует инстинктивно, не задумываясь. Как сказал Жан-Дзи, ум, освоящий принцип Увэй, течет как вода, отражает как зеркало и повторяет как эхо. Совсем как Пух. Повторяю, совсем как Пух. А, сказал Пух, внезапно просыпаясь и падая со стула. Как это совсем? Что течет как вода, отражает как зеркало и повторяет как эхо. А, загадка, сказал Пух. Сколько попыток ты мне даешь? Ну, не знаю, там будет видно. Что же это может быть, пробромотал Пух. Течет как вода. Соблюдая принцип Увэй, вы будете согласовывать свои действия с обстоятельствами и прислушиваться к тому, что подсказывает вам ваша интуиция. Вы будете рассуждать примерно следующим образом. Еще не время делать это. Или лучше, наверное, сделать это вот так. Люди начинают говорить, что вы обладаете шестым чувством или каким-то секретом, когда на самом деле вы просто поступаете в соответствии с обстоятельствами. Что вполне естественно. Странно, когда люди поступают иначе. И что самое удобное, вам не надо постоянно ломать голову над каверзными вопросами и принимать мучительные решения. Решения приходят сами. Винни-Пух, к примеру, мучился однажды над проблемой. К кому пойти в гости? Он мог пойти к Иа-Иа, которого долго не виделся вчерашнего дня, или к Саве, которую видел позавчера, или же к Кенге с Иру, с которыми не виделся уже совсем давно. И какое же решение он принял? Он уселся на камень посреди реки и спел песенку. Затем он поднялся, еще немного побродил, размышляя, не зайти ли к кролику, пока не очутился у дверей собственного дома. Он зашел к себе, подкрепился и пошел к пятачку. Это и значит идти путем Пуха. Никаких проблем, ни суеты, ни маяты. Ручей? спросил Пух. Что ручей? Отгадка. Ручей течет, как вода, отражает, как зеркало, но он не повторяет, как эхо. Нет, повторяет, возразил Пух. Ну, в общем-то, ты недалек от истины. Дай мне еще немножко времени, попросил Пух. Иллюстрация применения принципа Увэй в решении конфликтов. Может служить китайское искусство кулачного боя Тэззючуань, в ходе которого боец стремится вымотать противника, направляя его энергию либо в сторону от себя, либо на нападающего, тем самым ослабляя его боевой дух и способность к сопротивлению. силу побеждают, не противопоставляя ей другую силу, а поддаваясь ей. Течет вода, отражает, как зеркало, бормотал Пух, шакая из угла в угол. Ты слишком усердно думаешь, Пух, сказал я. Я подскажу тебе немного, может быть, это поможет. Хорошо бы, сказал Пух, а то эта загадка уже начинает мне надоедать. Так слушай, чтобы решить ее, нужно дать своим мыслям течь свободно и отражать все окружающее. Понятно? Нет. Ну тогда я не знаю, как тебе еще помочь. Дай подумать. Течет, как вода, завел он опять. Принцип Увэй проявляется в единоборстве Тэззючуань подобно тому, как ведет себя плавающая пробка, если ее ударить. Чем сильнее по ней бьешь, тем глубже она погружается. Чем глубже она погружается, тем выше выпрыгивает обратно. Так, не тратя энергии, пробка может довести вас до полного изнемозжения. Принцип Увэй учит нейтрализовать силу, а не вступать с ней в борьбу. Тушить огонь водой, а не огнем, как это зачастую делается. Знаю, воскликнул Пух. Это пробка. Отгадка? Да. Повторяет, как эхо, с триумфом произнес он. Разве она течет, как вода, или что-нибудь отражает? Да, сказал Пух. Не подходит. Знаешь, сказал я, я подскажу тебе ответ, чтобы ты не мучился. Это путь Пуха. Где? Отгадка. Путь Пуха. А-а-а, протянул он и добавил, это не очень интересная загадка. Так загадай интересную сам. С удовольствием, сказал Пух. Что это такое все белое с черным и в то же время красное? Вот уж не думал, что ты эту загадку загадаешь. Ты что, знаешь ее? Удивился он. разумеется. Всем давным-давно известно, что это газета. А вот и нет, сказал Пух. Нет? Тогда может быть стыдливая зебра? Нет? Тогда уж прямо не знаю. Сдаешься, спросил Пух с надеждой. Сдаюсь. Что это белое с черным и в то же время красное? Пингвин, поджарившийся на солнце. Дурацкая загадка, сказал я. Ну уж, по крайней мере, и поумнее твоей, парировал он. Хорошо. Тогда вот тебе другая загадка. Это будет уже нечто противоположное Пути Пуха. Кто бегает целый день и все без толку? Кролик? Ну, в частности, и кролик. А вообще? А я знаю. Это... но об этом в следующей главе. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok